Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и сегодня мы приехали в офис к нашим партнерам компании Freedom Finance и сегодня мы, собственно, обсудим перспективы российского, американского рынка, поговорим о блокировке активов и что сейчас делать, какие рынки инвестировать. В общем, сегодня будет крайне интересное видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца и поставьте лайк авансом. Поехали! Итак, друзья, это Дмитрий, главный инвестиционный консультант компании Freedom Finance, человек, который мне, в частности, помогает решать мои финансовые вопросы в этой замечательной компании и, собственно, сегодня мы приехали для того, чтобы разобраться, что сейчас происходит с рынками, куда инвестировать, какие есть опасности, возможности и так далее. И, Дмитрий, первый вопрос, это то, что сейчас происходит вообще в целом с компанией Freedom Finance. У вас идет разделение российского бизнеса, международного бизнеса. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее, что происходит и как это отразится на российских клиентах. Привет, во-первых, спасибо, что приехали. Приятно видеть. Сейчас это уже редкость, когда встречаемся живьем, в основном, телефоны, мессенджеры. Действительно, сейчас происходят достаточно глобальные изменения. Связаны они, понятно, с санкциями. Российский бизнес выходит из холдинга. Он будет продан в ближайшее время. Говорят, что это будет кто-то из действующих сотрудников российского подразделения. На текущий момент пока конкретики нет. Но цель поставлена, понятно, что она будет выполнена в ближайшее время. На клиентах это не скажется никак. Сама организационная структура позволяет работать сейчас. И так же, как и работали раньше, из российского офиса, можно из российского подразделения работать с иностранными ценными бумагами. Но основная концепция в том, что более комфортно будет работать с американскими иностранными ценными бумагами из юрисдикции, которая находится сейчас не в России. И для работы с российскими ценными бумагами, с российскими активами, естественно, будет комфортнее работать в России. поэтому на текущий момент как она работала так она и работает но в ближайшее время будет больше опции для того чтобы клиенты могли принять решение как им будет работать более комфортно безусловно вероятность того что будут проблемы с прямым доступом к иностранным рынкам из россии такая вероятность она безусловно есть поэтому нужно самостоятельно принять решение хочет ли клиент брать на себя эти риски либо не хочет то есть если я правильно понимаю то российское подразделение она будет первую очередь заниматься все-таки российским рынком и ориентироваться на него потому что для меня в ридно финанс всегда был это американский рынок это сделки а и пио да и так далее и сейчас получается переориентация будет немножко больше на россию все верно это идет переориентация именно российского подразделения помимо российских активов мы также сейчас планируем внедрять доступ к китайскому рынку что из этого получится поймем но это такой уже некий мейнстрим этим занимаемся не только мы при этом клиенты российского офиса также могут совершенно спокойно открыть себе счета например в том же самом нашем казахстанском подразделении который сейчас активно подготавливает инфраструктуру чтобы это было делать максимально комфортно и продолжить также через фридом финанс только уже не через российское подразделение через собственно сам холдинг получать доступ к тому же самому американскому ценному к американскому рынку самый бумаг я этот вопрос хотел задать чуть позже но раз уж ты затронул эту тему то есть вас сейчас активно развивается это направление с казахстаном казахстан наша дружественная страна которая всячески нам помогает в том числе и на финансовых рынках вот чуть-чуть поподробнее пожалуйста расскажи вот есть клиент который открыл счет в российском подразделении да у него там есть какие-то активы совершал какие-то операции может быть участвовал и пио еще что делал сейчас он понимает риски которые есть работа через российского брокера и хочет соответственно ну вот этих рисков уйти во-первых наверно вопрос насколько уход казахстанскому брокеру да с ними дати риски все ли сто процентов будут сняты не будет ли там какие-то вторичных санкций допустим которые могут затронуть и второй момент что нужно сделать российскому клиенту чтобы стать клиентом казахстанского брокера да ну собственно начну с конца чтобы стать клиентом казахстанского брокера нужно просто открыть счет это делает совершенно спокойно либо через сайт либо можно скачать приложение трейдер нет global называется в магазинах мобильных собственно также как раньше можно было открыть себе счет в иностранном брокере также это все дело делается без проблем то есть это не запрещенная никем процедура если клиент хочет он может открывать себе иностранные счета брокерские в том числе при этом каких-то ограничений порога входа там нет абсолютно при этом можно работать с теми же самыми ценными бумагами с которыми клиентами работали будучи квал инвесторами с российского счета там такого понятия нет и собственно без статуса квал инвестора можно также получать прямой доступ к иностранным рынкам поэтому тут достаточно все просто сейчас это делается скажем чуть дольше чуть сложнее потому что требуется достаточно большое количество документов но коллеги из казахстана работы для того чтобы процедура стала максимально комфортно и я думаю что в ближайшее время будут новости на тему того как можно туда было бы комфортно мигрировать со своими иностранными ценами бумагу ну об этом узнаем я думаю что в течение там может быть бар и недель совсем немного отлично ты еще затронул тему того что будет подключать китай вообще сейчас что в целом происходит с точки зрения брокера с финансовыми рынками там если смысл инвестировать час в российский рынок если смысл там инвестировать час в американский рынок опять же с учетом вот тех условий в которых мы сейчас работаем или действительно стоит переориентироваться там не за на азию на китай может быть на какие-то ближневосточные рынки там и так далее ну исторически мы всегда работали с американским рынком безусловно всегда можно найти инструменты на любом рынке которые удовлетворят тот спрос который там сейчас в моменте есть на любом рынке можно зарабатывать все зависит от опыта компетенции ну собственно тех инструментов которые там клиенты умеют использовать единственное отличие российского рынка от всех остальных это то что на текущий момент драйверов какого-то роста в таком фундаментального пока нету все санкции они направлены на то чтобы все-таки российский бизнес чувствовал себя не настолько хорошо как он чувствовал себя до этого поэтому российский рынок он наверное находится немножко с особняком некоторое время даже особых идей не было потому что все было очень непонятно и непрозрачно сейчас у аналитиков начали появляться идеи по российскому рынку наверное это больше такие идеи завязаны на технический анализ но они вполне работают в частности буквально вчера видел закрытие сделки по магниту достаточно неплохой прибылью то есть российский рынок с точки зрения торговли он наверное будет актуален всегда потому что когда есть волатильность если хватает ликвидности то совершенно спокойно можно на этом деле торговать какие-то инвестиционные истории фундаментальные среднесрочные особенно долгосрочные сейчас к сожалению на российском рынке найти крайне сложно купить и забыть года на три на пять это сейчас очень сложно потому что в принципе на российском рынке не так много ликвидных бумаг которые можно было бы рассматривать на долгосрок и практически все эти компании они находятся под прицелом санкций текущих санкций могут быть новые санкции поэтому очень большая неопределенность поэтому если есть желание брать на себя этот риск понятно что доходность может быть гораздо больше чем по другим более понятным юрисдикциям но нужно просто понимать что это риск риск равно доходности и зарабатывать на этом тоже можно но все-таки консервативным клиентам наверное становится все сложнее но может быть какие-нибудь там инструменты с фиксированной доходности они могут быть все еще интересны доходность неплохая что касается и мы сейчас про что говорим про облигации бара пор облигации до долговой рынок россии он всегда был достаточно понятным он до сих пор живой все дело работает торгуется вот именно рынок акций наверное стал чуть более спекулятивным к сожалению сейчас каких-то инвестиционных идей таких среднесрочных достаточно сложно искать ну во первых это связано с валютными рисками очень сложно понимать как себя будет чувствовать рубль ближайшее время потому что правительство таргетирует там 75 80 если не ошибаюсь на текущий момент пока рубль достаточно сильный как как это будет развиваться дальше будем смотреть они понятно во что сейчас вкладывают клиентов ридами финансов зависит от конкретного клиента потому что есть клиенты ориентированы на разные рынки на разные инструменты мы достаточно известны на рынке как некий провайдер к айпио американским достаточно давно сделок не было по понятным причинам потому что когда на рынке такая волатильность все находилось достаточно жесткой коррекции начиная с января месяца и сделок мы не предлагали клиентам вообще ни одной за этот период но с одной стороны это конечно плохо но другой стороны когда начнется новый сезон айпио по разным оценкам это либо осень этого года либо первый квартал следующего года в пайплайне стоит уже достаточно большое количество по некоторым оценкам тысячи компаний которые хотят выйти на рынок мы это уже проходили когда был локдаун в америке там тоже была небольшая пауза и айпио не выходили после этого было количество сделок такой что мы еле успевали переваривать две-три сделки в день и там два-три дня в неделю поэтому есть инструменты которые сейчас находится на некоторой паузе но однозначно они никуда не денутся то есть я подозреваю что будет некая переоценка и новых айпио и действующих айпио который сейчас находится достаточно большой просадки но инструмент точно никуда не денется он там существует все таки не один год это не что-то такое новое современное которое может пропасть это понятно сильно будет зависеть от динамики вообще официал американского рынка и вот хороший пример привел что когда был локдаун в америке там понятно по понятным причинам до была такая остановка всего даже вообще непонятно что будет с миром там и так далее но достаточно быстро все отросло я просто сам тогда участвовал и помню как быстро все отросло и быстро снова стали компании появляться на и пио сейчас же американский рынок там вроде с начала года падал в последнее время мы видим как он довольно таки неплохо отрос для меня весьма неожиданно отрос вот и есть такое ощущение что падает в общем то там еще есть куда и в общем и целом ну то есть уровень как бы уровень на которых сейчас находится американский рынок они ну слишком высокие это весь ну там не исторические максимумы мы мы к ним достаточно близко находимся и вот как как ты считаешь если допустим точнее даже не как ты считаешь как было ли такое уже проходили ли вы с айпио что я от недавний инвестор в ипио там буквально там несколько лет были такие истории когда американский рынок там падал достаточно длительный период времени и по после этого на восстановление уже выходили и пишет как долго этот период может занимать есть временной лак небольшой по понятным причинам айпио это некоторый риск он есть в первую очередь там понятные компании которые в первую очередь начинают покупать когда понятно что одном где-то близко это происходит всегда то есть в первую очередь сначала начинают там падать компания там со среднемал капитализации избавляются они в первую очередь покупать начинают в первую очередь опять же компании понятные стабильные там всем известны и айпио это то что с определенной задержкой показывает как Как правило, хороший результат в случае, если рынок позволяет IPO выходить в комфортной среде. То есть даже какого-то боковика на рынке будет более чем достаточно для того, чтобы зарабатывать на IPO-сделках. Безусловно, там просто есть определенная корреляция с фондовым рынком как таковым. Можно ориентироваться на очень известный ETF стикером IPO, это ренессансовский фонд. Он показывает в целом динамику IPO как актива. Если посмотреть на него, то безусловно он упал гораздо сильнее, пока еще не восстановился по сравнению с индексами. Но это вопрос времени. Это даже не вопрос того, восстановится он или нет. Он точно восстановится. Вопрос когда. Для этого нужно сначала ответить на вопрос, когда рынок будет чувствовать себя уже более-менее стабильным. То есть буквально последние два месяца рынок отрос примерно на 20%, если посмотреть на NASDAQ. И есть разные мнения аналитиков на тему того, либо это некое ралли-отскок в рамках медвежьего рынка, либо это может быть уже разворот. В общем, можно рассмотреть по-разному. Сейчас, если посмотреть на техническую составляющую, мы находимся по NASDAQ выше 200-дневки EMA среднеизвешенной. И в целом, если мы тут закрепимся, мы совершенно спокойно можем продолжить этот рост. Может быть, будет не таким бурным. Может быть, не будет такого V-образного восстановления, как это было после пандемии. Но что можно было наблюдать, когда выходили данные по инфляции, рекорды плохие, в этот момент рынок начал расти. То есть это означает, что в цене в текущей заложены уже самые негативные сценарии, которые только могут быть. Поэтому если не будет дополнительного негатива и будет все более-менее ожидаемо, то этого будет достаточно, чтобы рынок восстановился. Он, может быть, не восстановится к абсолютным своим максимумам. Это, может быть, будет не за месяц, не за два. Но точно есть уже достаточно хороший апсайт. И те отчеты, которые были недавно совсем, они показали, что компания чувствует себя в целом нормально. Понятно, что ничего такого нет сверх крутого по сравнению с тем, как они чувствовали себя раньше. Но в целом есть достаточно большое количество компаний, которые очень сильно недооценены. Периодически находим компании, у которых хорошо растет выручка, хорошими темпами растет прибыль, незакредитованные, все нехорошо. При этом стоят они два своих годовых оборота. Понятно, что это не Apple, не Microsoft, риска там гораздо больше, но идея есть всегда. Поэтому на любом рынке можно зарабатывать. Единственное исключение, что если вы консервативно подходите и только торгуете бумаги в лонг, то понятно, когда рынок сильно падает низ, туда может забрать с собой все, что угодно. Но опять же, определенным образом покупая компании, даже в лонг, даже на падающем рынке, можно собрать по очень неплохой цене понятные компании и вопрос, когда они отрастут, вопрос времени. Ты меня прямо с языка снял, мы с тобой ушли в такую аналитическую немножко историю, да? В прогнозировании рынка вырастет он или упадет. На самом деле, действительно, тут могут быть абсолютно противоположные мнения. Кто-то скажет, что все, уже рынок там все заложил, дальше только рост. С другой стороны, можно сказать, что американский рынок только-только начал падать и все, что сейчас происходит, такая немножко разводка рынка перед большим падением. В любом случае, так или иначе, правильная мысль, что неважно, в принципе, какой рынок, растущий или падающий будет, если он будет растущий, надо собирать портфель. Если мы верим в его рост, если мы верим в то, что рынок упадет, значит, соответственно, ждем каких-то более выгодных уровней, для того, чтобы собрать более интересный портфель. Ну и сейчас многие действительно бумаги, они стоят очень привлекательно. Для американского рынка два ПНС, да, это просто фантастические такие цифры, если компания растет, развивается. Я хочу отметить, что когда наблюдал картину, когда индексы падали, некоторые компании из разряда наших IPO, достаточно молодые компании, активно развивающиеся, они уже были перепроданы настолько, что при падающих индексах они остановались на месте. И было видно, что как только индекс хотя бы немного отскочит, эти бумаги точно будут чувствовать себя гораздо лучше и быстрее. Собственно, так мы на этом и в последнее время достаточно заработали неплохо. Но нужно понимать, что анализировать то, что будет с рынком, оно не очень практично с точки зрения зарабатывания на рынке. Всегда нужно быть готовыми к любому событию. То есть если рынок пойдет вверх, нужно понимать, что мы делаем в этот момент. Если рынок идет вниз, нужно понимать, что мы по каждой бумаге делаем в каждый конкретный момент. То есть должен быть какой-то план. Но инструментов очень много. Даже если не рассматривать рынок акций, в конце концов, есть сейчас очень привлекательные уровни для входа, например, в те же самые облигации, которые дают неплохую доходность. И если такие инструменты интересуют, сейчас однозначно не самый плохой момент для их покупки. Акции – это все-таки несколько, чуть больше риск. Но на ликвидном рынке, на американском, это не такая проблема. То есть можно в течение дня что-то купить, что-то продать, вернуться обратно, если это начинает расти. Поэтому тут вопрос в стратегии. Поэтому вопрос больше, наверное, в навыках, в обучении и так далее. За обучением приходите к нам, за брокерским обслуживанием Freedom Finance. Смотри, вот к вопросу о приходе на рынок, на американский сейчас. То есть, понятное дело, что, наверное, покупать активы американские через Санкт-Петербургскую биржу, ну, наверное, нет какого-то особенного смысла, потому что есть определенные риски того, что не разморозят или заморозят то, что еще осталось и так далее. Вот сейчас есть человек, у которого есть какой-то капитал, он хочет прийти на американский рынок. То есть, ему сейчас идти в Freedom Finance Global или посмотреть еще какие-то юрисдикции. Потому что я знаю, что у вас есть не только российское подразделение, у вас есть и Global, и Кипр, и Белиз, и так далее. То есть, где будут наиболее комфортные условия, где, самое главное, будет меньше рисков попасть под какие-то истории регуляторные. Вопрос понятен. Ну, безусловно, смотри, Санкт-Петербургская биржа, она работает. Она развивается, она пытается делать все, что от нее зависит для того, чтобы управлять рисками. Поэтому, в целом, это тот инструмент, который можно использовать. Просто нужно понимать, какие есть альтернативные варианты. Мы про это и говорим. Да, просто есть клиенты, которым комфортно работать, просто открыв счет в российском брокере. Если у него нет статуса квал-инвестора, который в ближайшее время, скорее всего, будет получить еще сложнее, потому что ужесточаются требования к этому статусу, то других вариантов, кроме как купить бумаги на Санкт-Петербургской бирже, в принципе, и нет. Это не самый плохой вариант. Безусловно, рисков становится больше. То есть, по любым иностранным активам в России сейчас рисков больше, но это объективно. И сейчас ситуация больше похожа на то, что она продолжает деградировать. Какого-то просвета пока не видно. При прочих равных, наверное, я бы рекомендовал при работе с иностранными ценными бумагами все-таки работать с ними напрямую, то есть, получая доступ напрямую к Нью-Йоркской фондовой бирже, к Насдаку. И делать это из другой юрисдикции, наверное, сейчас чуть более безопасно. Это не всегда более удобно. Например, в России брокеры являются налоговыми агентами и без проблем все посчитают, удержат и так далее. При открытии счетов в иностранных брокерах необходимо это делать самостоятельно. Понятно, что есть и специальные сервисы, и сами брокеры, не исключая нас. Мы сейчас делаем определенный инструментарий, который позволяет минимизировать затраты. То есть, будет готовый комплект документов, в котором нужно просто прийти в налоговую и заплатить нужную сумму. Это очень круто. Я формировал портфель для дочки, формировал его из дивидендных бумаг на американском фондовом рынке и собрал порядка 50 позиций, 50 акций в своем портфеле. Представляешь, что я покупал бумаги, которые платят дивиденд раз в квартал. У меня более 150 позиций, по которым мне нужно было заплатить налог, с того, что деньги приходили. Я физически просто не смог заплатить налог, потому что заполнив декларацию на сайте налоговой, эту декларацию мне не приняли по какой-то неведомой ошибке, которую налоговая так и не смогла решить. Придя в налоговую, я столкнулся с вопросом, говорю, как мне подать. Я говорю, через сайт я подать не могу, переписывать все это вручную, ну, это бред, тратить там на эту кучу времени. А техподдержка мне посоветовала, говорит, ну, вы, говорит, попробуйте удалить эту и заполнить заново. Я говорю, то есть, я, говорю, первый раз потратил на это полдня, вы мне предлагаете сейчас еще полдня потратить, и неизвестно, будет тоже результат или будет результат другой. То есть, в итоге я так налоги, в общем-то, и не заплатил. Но, надеюсь, что налоговая, в общем-то, к этому вопросов не задаст. Хочется на это надеяться. Поэтому такие решения, они крайне актуальны, на самом деле. Я прям буду очень благодарен и думаю, огромное количество ваших клиентов будет благодарен за такие решения. Так как мы ожидаем, что, наверное, все-таки будет много розничных клиентов, безусловно, этот сервис, он позволит упростить жизнь очень сильно. Поэтому это понятные проблемы, которые нужно будет решать. Но все-таки на текущий момент, на мой взгляд, иностранные ценные бумаги – это то, что лучше держать вне российской юрисдикции. Но все-таки Казахстан, Белиз, Кипр – еще какие-то варианты? Мне кажется, ты перечислил все. Мне кажется, Казахстан сейчас будет прям самым центром притяжения клиентов. Потому что с точки зрения механики работы, тот же самый трейдернет, абсолютно те же самые кнопки, те же самые приказы. И все это будет работать точно ничуть не хуже. При этом нет никаких порогов входа. Это будет первая юрисдикция, где мы будем в первую очередь тестировать все вопросы по автоматическому формированию документов до налоговой. Будет однозначно какая-то вменяемая поддержка, активная. Поэтому я думаю, наверное, что Казахстан на текущий момент – это наиболее оптимальный вариант. Единственное, что нужно понимать, что Казахстан входит в холдинг. Есть определенный комплаенс. И для того, чтобы работать, так как холдинг американский, для того, чтобы работать с иностранными ценными бумагами, нужно будет пройти некий комплаенс. То есть если клиент в санкционном списке, это уже не для него. Поэтому некоторое разделение, судя по всему, пойдет на пользу всем с точки зрения риска и с точки зрения какого-то комфортного ощущения при вводе каких-то новых стран. То есть российские активы через российскую юрисдикцию, иностранные активы через иностранную юрисдикцию. Ну и давай поговорим самое главное, что когда открывается счет в Казахстане, это, соответственно, счет у нероссийского брокера, который теоретически имеет меньше шансов попасть под санкции раз. Вы там храните доллары, которые у вас с гораздо меньшей вероятностью, прям колоссально меньшей вероятностью заморозят каким-то образом. И, соответственно, это, я так понимаю, прямой абсолютно доступ на американскую биржу. То есть это не покупка на Санкт-Петербургской бирже, а это именно US, соответственно. Да, это прямой доступ к иностранным рынкам, рисков по заморозке долларов либо бумаг стремится к нулю. То есть я не знаю, что должно произойти для того, чтобы какие-то санкции прилетели в Казахстан и тем более нам. То есть если посмотреть на то, что сейчас происходит в России, сейчас российское подразделение все еще находится в составе холдинга. И вот те санкции, которые были введены, они затронули 80% участников рынка. На текущий момент мы находимся в лучшем положении по сравнению с конкурентами. Это, собственно, явилось одним из драйверов притока достаточно большого количества новых клиентов из тех брокеров, где ввели эти санкции. Ну, потому что клиенты, если привыкли работать с иностранными ценными бумагами, как-то в моменте переориентироваться на российский рынок достаточно сложно. Поэтому, безусловно, провайдер из России на текущий момент к иностранным рынкам, в основном, это мы. Причем Санкт-Петербургская биржа, она также работает с нашей помощью. То есть мы обеспечим достаточно большой объем ликвидности по иностранным ценным бумагам в России. Поэтому этот вопрос, опять же, вероятность того, что эта ситуация изменится в худшую сторону, такая вероятность есть. Поэтому лучше не дожидаться, когда уже будут введены какие-то дополнительные санкции, просто заранее понять, как будет комфортно работать. Поэтому лучше сделать все заранее, конечно. По поводу Санкт-Петербургской биржи. Те инвесторы, которые покупали активы какие-то там, они столкнулись с довольно неожиданной заморозкой части своих активов, собственно, которые непонятно, когда будут разблокированы. Вот, собственно, вопрос с точки зрения брокера, во-первых. Насколько высока вероятность, что вообще это разблокируют? Когда это могут разблокировать? И что должно для этого произойти? Смотри, на самом деле… Что обывателю, на самом деле, я уверен, подавляющим большинство обывателей, вообще непонятно, зачем это было сделано и, соответственно, как это может быть решено. Потому что люди покупали акции различных компаний, кто-то формировал дивидендные портфели, кто-то формировал портфели, ориентированные на… Я сейчас куплю там, не знаю, Apple, Microsoft, Tesla и так далее, там это все вырастет, я заработаю. В итоге они увидели, что дивиденды они сейчас не получают с февраля месяца, часть активов заморожена, и что дальше делать, совершенно не ясно. Ну, во-первых, блокировка активов – это все-таки не инициатива Санкт-Петербургской биржи ни в коем случае, это проблемы, которые связаны с разрывом отношений между НРД и внешним миром, евро-клиром в частности. Это связано, в первую очередь, с тем, где хранились бумаги. Вот у Санкт-Петербургской биржи часть бумаг хранилась в НРД, поэтому было принято решение регуляторам заморозить тот объем активов, который, собственно, учитывался и хранился в НРД. Это некая данность, и это не самая большая проблема, потому что есть клиенты, которые хранили, работая через других брокеров, те брокеры хранили вообще 100% своих активов в НРД, и, соответственно, они все попали под блокировку. Поэтому блокировка части активов все-таки чуть получше, чем блокировка всех активов. Вопрос по разблокировке – это вопрос чуть более сложный, и процесс идет, на самом деле, в режиме реального времени. Во-первых, есть определенные подвижки на уровне евроклира, который буквально пару дней назад какие-то условия выдвинул, на каких условиях они могли бы теоретически разблокироваться. Так что НРД не должен заработать на переводе бумаг, и, соответственно, НРД должен раскрыть конечных бенефициаров для того, чтобы понять, кому отдать можно, а кому нельзя. Да, именно так. То есть это один процесс, который идет, скажем так, без участия нас. То есть это понятный процесс, который может, безусловно, рано или поздно закончиться тем, что клиенты, которые не находятся в прямом санкционном списке, они смогут свои активы забрать. Для них это, ты считаешь, такая хорошая новость? Это, безусловно, хорошая новость, потому что любая новость, хотя бы просто в ту сторону, это уже хорошо, потому что достаточно давно уже не было никаких особо новостей, и все сидели грустили с замороженными активами. Кроме того, есть даже специально созданный клуб на базе Мосбиржи, клуб, не помню, как он точно называется, это, в общем, люди, участники фондового рынка, которые занимаются как раз вопросами, как это можно было бы разблокировать. Там есть несколько, на самом деле, решений. До практической реализации это пока еще не дошло, но подвижки есть однозначно. В частности, Freedom Finance сейчас ведет достаточно большой объем работ по тому, чтобы разблокировать эти активы, получив соответствующую лицензию. Это может быть очень нескоро, вероятность этого, опять же, не стопроцентная, но работа такая ведется, потому что брокер в первую очередь заинтересован в том, чтобы те активы, которые были на клиентских счетах, они все-таки были ликвидные, с ними можно было что-то сделать, потому что когда они лежат мертвым грузом, они счастья никому не доставляют, ни клиентам, ни брокеру в том числе. Брокер зарабатывает на комиссиях, поэтому когда активы просто лежат для движения, это понятно, что достаточно большой объем активов, который был переведен, сейчас никого не радует. Поэтому самостоятельно заниматься я бы не рекомендовал, потому что это очень непродуктивно. Вероятность того, что какой-то один конкретный частный инвестор сможет разблокировать свои активы, написав какие-нибудь запросы, формы и так далее. Суть по всему не заработает. Как минимум надо дождаться, чтобы кто-нибудь этот путь прошел, и если ему удастся этот путь пройти, наверное, по этой дорожке еще можно будет. Возможно, но пока я не знаю ни одного такого успешного кейса, и основная проблема не в том, что это какие-то трудности на пути, это просто как стена. То есть люди делают какие-то запросы, пытаются доказать, что они не виноваты ни в чем, ни под какими санкциями не находятся. Просто Евроклир не отвечает, не реагирует на эти запросы никаким образом. Поэтому гораздо больше шансов, что будет какое-то более крупное объединение, добьется каких-то результатов. Тут же важно понимать цепочку. Если я неправильно где-то что-то сейчас объясню, ты меня поправь. Что есть Евроклир, есть, соответственно, НРД. Для Евроклира нет отдельного Иванова Ивана, Петра Петрова, я не знаю, и так далее. А есть просто НРД, где у НРД один большой счет, где хранятся все активы всех клиентов, и Евроклир просто не видит. Поэтому, соответственно, когда Евроклиру пишет какой-нибудь Иванов Иван Иванович, отдайте мне мои деньги, отдайте мне мои кровные, я ни в чем не виноват и в списках не состою, Евроклир говорит, так вы не наш клиент. Вас нет нигде на списках, и мы вообще им не обязаны отвечать, каким-то образом реагировать. Все верно. Причем напомню, что изначально блокировка активов состоялась не потому, что ввели санкции против НРД, а потому, что просто разорвали эту цепочку, потому, что был риск у Евроклира обслуживать случайно и тех клиентов, которые находятся в санкционном списке в общем котле в НРД. Собственно, после этого ввели еще и санкции против НРД, поэтому на текущий момент ситуация плохая со всех сторон. Но опять же, есть понятное желание со всех сторон, чтобы все-таки какой-то обмен активами произошел. Поэтому я не исключаю, что рано или поздно мы все-таки добьемся того, что спустя какое-то время, пройдя комплайенс, клиенты смогут эти активы разблокировать. По крайней мере, мы делаем все, что зависит от нас. Если договоренности на более высоком уровне состоятся быстрее, это будет здорово, значит, мы быстрее сможем работать уже с этими активами. Если это все затянется, то мы в любом случае пытаемся сделать именно то, что зависит от нас. То есть получить некую лицензию, чтобы, проведя комплайенс клиента, убедившись в том, что он не находится в прямом санкционном списке, мы ему активы могли бы разблокировать. Но этот процесс очень непростой, по нему еще никто ни разу не проходил. Поэтому когда это будет, как это будет, непонятно. Была такая информация, что якобы Freedom Finance за какую-то комиссию готов разблокировать заблокированные активы у других брокеров. Насколько это правда и работает ли это история? Это работало. В первые дни, когда произошел разрыв между Евроклиером и НРД, действительно была возможность и клиента, которые переводили к нам заблокированные активы, им в первую очередь, даже без комиссий, меняли заблокированные активы на разблокированные активы. После этого была введена небольшая комиссия за это. Окно, я не помню, сколько, где-то месяца, полтора, может быть, два было. Достаточно большое количество клиентов этим успело воспользоваться. И, собственно, у меня есть клиенты, которые непосредственно заводили бумаги, часть из которых мы смогли разблокировать. Эти бумаги были потом успешно проданы, инвестированы в другие бумаги. Но сейчас, соответственно, эта история уже не работает. Сейчас, к сожалению, это не работает по причине того, что против НРД вели санкции. То есть раньше у нас такая была техническая возможность, сейчас такой возможности нет технически просто. Поэтому сейчас это уже не работает, к сожалению. Соответственно, я так понимаю, что сейчас единственный выход для обычного частного инвестора, у которого оказались какие-то заблокированные активы, это продать то, что не заблокировано. Это можно еще сделать, я так понимаю. И, соответственно, открыть счет другой юрисдикции, купить те же самые бумаги, если он хочет сохранить их у себя в портфеле, просто через другую юрисдикцию другого года. Во-первых, я бы не сказал, что те активы, которые заблокированы, на них можно поставить крест. То есть это все-таки активы. Если они были правильным образом подобраны на средний срок, на долгосрок, вполне возможно, что к моменту, когда их нужно будет продавать, они уже будут разблокированы. Поэтому это просто право собственности. Это актив, который можно учитывать. Просто проблема в том, что он стал неликвидным, это другая проблема. Но собирать те же самые бумаги, чтобы они просто были параллельно заблокированы, вопрос к стратегии каждого конкретного клиента. Но, безусловно, те активы, которые заблокированы, с ними пока сделать ничего, к сожалению, нельзя. Нужно просто подождать. Я думаю, что рано или поздно станет лучше. И, быть может, даже это будет еще и лучше от того, что человек подождет, потому что, как мы знаем, лучший инвестор зачастую это мертвый инвестор. Долгосрочный, да. Дмитрий, сейчас многие брокеры вводят комиссии за обслуживание валютных брокерских счетов. И нам из всех утюгов просто кричат о том, что доллары – это токсичная валюта, избавляйтесь от нее, не храните ее и так далее. Тогда попробуем объяснить, действительно ли она токсичная, почему так вообще происходит и что делать людям, у которых есть доллары. Ну, во-первых, вводят отрицательные ставки не от хорошей жизни. То, что раньше было ликвидным, понятным активом, сейчас становится неликвидным и непонятным активом для банков и для брокеров в том числе. В целом… Почему так происходит? То есть, как простым языком объяснить, почему происходит такая ситуация? Ну, в основном это политика. То есть, доллар-то, как он был, таким он и остался. Но просто сейчас его, наши регуляторы воспринимают как некий актив, который не приносит никакой пользы никому. И пытаются, чтобы клиенты, частные инвесторы, переложились все-таки в более понятную валюту. Ну, в первую очередь, это рубль. Если ты помнишь, даже начали отменять налоги за покупку золотых слитков, ну, чтобы предложить как бы некую альтернативу все-таки рублю. Потому что понятно, что когда рубль начинает чувствовать себя настолько волатильный, как он себя чувствует сейчас, ну, в последнее время он более-менее успокоился. Но я помню курс там что-то 130-150 в моменте. То есть, это прям было очень нервно. И понятно, что обычный инвестор хочет как-то все-таки свои активы сохранить. А альтернатив особо нету. Поэтому все ринулись в первую очередь покупать доллары, евро. То, что понятно. Но на текущий момент действительно в России хранить валюту становится все менее безопасно. Потому что в первую очередь связано с корреспондентскими счетами. То есть, любой банк, он для того, чтобы открыть счет клиенту в иностранной валюте, должен иметь корреспондентские отношения с банками, для которых эта валюта родная. Основная сейчас проблема – это с евро. Потому что стремительно деградирует отношение с Евросоюзом. И на текущий момент действительно в России держать в первую очередь евро становится все гораздо менее интересно. Мы сейчас говорим про безналичные евро. Мы только про безналичные. Наличные как они были, так они и остались. Есть даже какой-то серый и черный рынок по обмену. Но нужно понимать, что вы будете делать с этой наличностью, в случае чего. То есть, вот есть чемодан долларов, что ты будешь с ним сделать. Пойти купить себе квартиру достаточно сложно. Сначала нужно будет все дела обменять. Нам сейчас в комментариях напишут, что был бы у меня чемодан долларов, я там что же делать с ними найду. Хорошо, пачка долларов. Сейчас есть ограничения по вывозу наличных долларов за границу. При этом нет никаких ограничений по выводу безналичной валюты. Сейчас до миллиона долларов в месяц можно переводить на свои иностранные счета. И многие этим пользуются достаточно успешно. И в целом это правильная стратегия, учитывая то, что даже наши регуляторы считают, что это уже не ликвидные активы. Имеет смысл все-таки их хранить не в российских банках. То есть, безусловно, есть банки, которые уже в принципе не могут работать с долларом из-за санкций. Но даже те банки, которые могут, в частности наш банк, Фриднофинансбанк, с долларами пока мы работаем без проблем. Но если будут какие-то там жесткие секторальные санкции, будет совсем плохо. Поэтому в любом случае при желании иметь какой-то объем наличных, безналичных иностранных денег, лучше это все дело хранить по ковалке. Примерно так. То есть, в общем, если у человека есть наличка, она как наличка была, так и есть. Вопрос, что он с ней будет делать, потому что это определенные риски хранения и так далее. А если мы говорим про безналичные, то это все-таки не пустой звук, что лучше уводить куда-нибудь в другие юрисдикции, каким-то образом избавляться. Речь не идет о том, чтобы продавайте все на московской бирже, потому что курс, наверное, не самый комфортный. Но как минимум нужно открыть счет где-нибудь за рубежом и перевести деньги. То, в принципе, о чем и говорит Центробанк. Да, можно доллары переводить, это ходит без проблем. В частности, в рамках группы компаний у нас, как все это ходило, так и ходит. Это, безусловно, сопряжено с определенными проблемами, потому что мы поменяли несколько уже корреспондентских счетов. Например, у нас первый наш Корбанк был, это Альфа-банк, который сейчас в долларе не работает. Мы были вынуждены оперативно перезаключать договора с другими банками. На текущий момент все работает. То есть в процессе вот этого всего действия, которое мы наблюдаем с февраля месяца, деньги ходили всегда и без проблем. Но, например, отправить доллары из одного российского банка в другой российский банк, это уже задача достаточно сложная. Потому что на пути встречается как минимум один банк-корреспондент, который на свое усмотрение может либо очень долго проверять, либо просто отказать в переводе. Поэтому доллары становятся чуть менее удобным инструментом вообще и хранения, и перевода из одного места в другое. Поэтому, безусловно, лучше внутри России оставлять рубли, переводить рубли. И тут никаких проблем точно не будет. Если интересуют доллары, евро, любая другая валюта, ну, наверное, юаник пока у нас еще безопасно хранить. Но доллары и евро однозначно имеет смысл хранить где-то за границей. Отлично. Ну и в завершение, давай немножко про планы вредной финансе. Ты частично уже рассказал. То есть сейчас идет выделение российской структуры. Она будет там продана, видимо, кому-то из менеджмента, да? Вы планируете запустить доступ к китайскому фондовому рынку, да? Что еще будет? Ну, на самом деле, планов достаточно много. То, что российский бизнес выходит из холдинга, это вообще, то есть никаким образом не повлияло на планы по развитию. У нас в России помимо инвестиционной компании есть еще и банк, есть управляющая компания. И активно бизнес развивается по всем направлениям. В частности, нам есть куда расти по нашему банковскому обслуживанию. То есть раньше это был банк, в первую очередь, для того, чтобы клиентам было просто комфортно работать с инвестиционной компанией. И сейчас есть много продуктов, которые для уже обычного клиента с улицы могут быть интересны. Там и кредитование, там и все остальное. Поэтому планов очень много. В первую очередь, это улучшение сервисов, развитие сервисов. Различные инструменты планируются внедряться новые и в рамках инвестиционной компании, и в рамках банка. Что-то, раскроешь какую-то завесу тайны, может быть, мы сейчас сделаем такой продукт там какой-то. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки имеет смысл сначала сделать, а потом показывать. Потому что продукты все достаточно сложные, и не все они выходят в том виде, в котором их задумывали. Но есть достаточно большой объем функционала того же самого трейдернета, который должен сделать жизнь клиентам проще, интересней, в хорошем смысле этого слова. Поэтому, ну, очень много планов. Но сейчас, в первую очередь, мы сосредоточены на том, чтобы все-таки комфортно выйти из холдинга. Вопрос, видимо, будет стоять ребрендинга, какого-то позиционирования. Ну, понятно, что в первую очередь мы будем развиваться именно в сторону внутренних каких-то активов. То есть это российский фондовый рынок. У нас достаточно много клиентов, которым мы помогаем выходить на, опять же, российские рынки с их облигациями, с акциями. Поэтому, ну, тут достаточно большое количество продуктов. Есть хороший запрос на эти продукты. В частности, у нас сейчас есть несколько даже pre-IPO историй. А они доступны широкому кругу инвесторам? Ну, там, в основном, все эти истории недоступны только квал-инвесторам. Но там любой российский квал-инвестор, безусловно, может использовать все эти продукты в полном объеме. Часть продуктов, естественно, доступны. Часть продуктов не квал-инвесторам, к сожалению, недоступны. Но это по определенным, понятным причинам. Ну, понятно, да, реализация. Да, и, кстати, забегая вперед, учитывая то, что грядет ужесточение по получению статуса квал-инвестора, если есть какие-то интересы по российским активам, я бы рекомендовал, не затягивая, все-таки получить этот статус квал-инвестор, потому что дальше, возможно, это будет получить гораздо сложнее. Безусловно. Что, спасибо большое за такие подробные ответы. Я думаю, что нашим зрителям будет теперь несколько понятней, да, что сейчас происходит на рынке, что происходит с валютой, куда переводить свои активы, где покупать и, соответственно, друзья мои, где зарабатывать. В общем, все ссылки на Freedom Finance мы оставим в описании к этому видео. Вот прям, если вы по ним перейдете, вы попадете прям к Дмитрию, я так понимаю, вот, и он будет, собственно, с вами работать. Ну, а за обучением приходите, конечно же, к нам в Аналитик Онлайн. Все. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня.